Здравствуйте друзья! Темой сегодняшнего обзора будет очередное устройство из многообразия экосистемы Tuya Smart, а именно Zigbee термостат Moes, модель для теплого пола, которая способна управлять нагрузками мощностью свыше 3 кВт. Мы рассмотрим возможности этого устройства, которые, кстати, позволяют применять его и без подключения к умному дому. Но не обойдем вниманием и его работу в штатной системе управления Tuya Smart, так и в интеграции в систему Home Assistant. Модель Moes BHT002 для теплого пола. Максимальный ток нагрузки 16 ампер, рабочее напряжение от 95 до 240 вольт. Интерфейс Zigbee. Тип встраиваемый в подрозетник с нулевой линии. Размер внешней части 86 на 86 на 13,2 миллиметра. Размер внутренней части 50 на 50 на 24,4 миллиметра. Поставляется устройство в коробке из переработанного картона. На ней нашлось место схематическому изображению устройства и логотипу производителя. На боковой части наклейка с параметрами. Коробка довольно плотная, внутри имеется защитная вставка из противоударной пленки, поэтому все приехало в целости и сохранности. Вот все, что нашлось в коробке, разложенное по двум отсекам. Сверху термостат, под ним все остальное. Под остальным я имею в виду инструкцию, она на английском, так что вполне считаема. Хотя каких-то особенно сложных моментов тут нет. Внешний аналоговый датчик температуры на проводе длиной в 2,5 метра и сопротивлением 10 кОм. Стандартный винтовой крепеж для подрозетников и отметка прохождения контроля отдела качества. Большую часть фронтальной поверхности устройства занимает ЖК-экран, под которым находятся 5 кнопок для ручной настройки управления. Слева направо, режимы работы, установка времени, включение и выключение и две кнопки установки температуры. На задней части находятся разъемы для подключения внешнего датчика температуры, питания и нагрузки. Судя по разметке на корпусе, существует либо разрабатывается версия, управляемая по Modbus. Размер задней части позволяет устанавливать термостат и стандартный круглый подрозетник и в квадратный 86 на 86 миллиметра. Термостат заходит плотно и полностью, хотя, с учетом того, что для теплого пола нужны достаточно толстые провода, то лучше устанавливать в глубокий или квадратный подрозетник. Передняя часть термостата с экраном соединяется с задней только при помощи пазов. Это даже не защелки. Экран просто сдвигается вверх и снимается. Тем не менее и такое крепление достаточно надежное. Задняя часть с силовым блоками черно-металлической рамкой устанавливается в подрозетник, а затем крепится к нему. Соединение с передней частью осуществляется при помощи 9-ти жильного кабеля. После закрепления в подрозетнике, экран устанавливается обратно в пазы. Перейдем к подключению, тут все достаточно просто, так как все разъемы подписаны. Не устану напоминать, соблюдайте соответствие фаза 0, это не сложно при помощи обычной индикаторной отвертки. Контакты для внешнего датчика температуры находится сбоку. Напомню, что длина кабеля комплектного датчика 2,5 метра. Силовая часть, на вход подаем ноли фазу и подключаем контакты нагрузки. Ее роль в моем тестовом стенде выполняет лампочка. Еще раз крупным планом, схема подключения тестового стенда, с использованием внешнего датчика температуры и лампочки в качестве имитации нагревательного элемента. После подачи питания, для включения термостата, нужно нажать центральную кнопку. После этого, начинает работать логика термостата, даже без подключения к умному дому. Начнем с ручных настроек. Как я и сказал, термостат способен работать и полностью автономно, причем в двух режимах, ручном и по расписанию. Переключает их левая нижняя кнопка. Ручной работает от текущих установок, а расписание в зависимости от времени и дня недели. Следующая нижняя кнопка служит для установки текущего времени, изменять которую можно клавишами со стрелками с правой стороны. Затем следует день недели в виде цифр от 1 до 7, а дальше настройка расписания. Расписание настраивается отдельно по будним дням и выходным. Устанавливаем время начала периода, затем желаемую температуру в это время. Таких временных периодов 4, каждому настраивается своя температура. Например ночью и днем прохладнее, а утром и вечером теплее. Далее аналогично настраиваются 4 временные зоны и температуры для субботы, ну или того дня который будет у вас идти под номером 6. И отдельно для воскресенья седьмого дня. Итого всего 12 периодов, 4 для будних дней и 4 отдельно для субботы и воскресенья. Теперь перейдем к системам управления. Начнем с родной для термостата Tuya Smart. Для сопряжения устройства с ZigBee шлюзом, подойдет любой экосистемный, нужно в выключенном состоянии зажать правую нижнюю кнопку на 8 секунд, пока экран не начнет мерцать. В приложении Tuya Smart нажимаем подключить новое устройство и в разделе мелкой бытовой техники ищем ZigBee термостат. Далее указываем шлюз, с которым будет соединено устройство. Теперь нужно немного подождать, пока пройдет процесс синхронизации и термостат появится в общем списке и списке устройств того шлюза, который им непосредственно управляет. После этого термостат синхронизирует время и день недели со смартфоном, причем время корректное, а не китайское. Плагин термостата стандартный, большую часть окна занимает круговой регулятор целевой температуры, в центре текущая температура. Первая внизу кнопка включает логику термостата, делая регулятор активным. Следующая кнопка это режимы, ручной и по расписанию, по умолчанию ручной hold. Программ это режим работы по расписанию, само же расписание настраивается третьей кнопкой, все те же 12 режимов для будних дней, субботы и воскресенья, только тут это нагляднее и удобнее. И последняя четвертая кнопка это меню настроек. Родители маленьких детей оценят опцию детской блокировки, отключающей физическое управление термостатом. Здесь же можно откорректировать показания текущей температуры в пределах 9 градусов в обе стороны. Далее идет настройка верхнего лимита температуры, максимум 45 градусов Цельсия. Настройка Dead Zone это гистерезис, по умолчанию 1 градус, максимум 5. Это минимальная разница между текущей и целевой температурой для включения нагрузки. Например, по умолчанию целевая температура должна быть более чем на 1 градус выше текущей. Также тут есть настройка внешнего сенсора, на этом остановимся подробнее. Здесь есть три опции, каждая состоит из двух букв. Запомним их, они нам еще пригодятся. IN это внутренний, встроенный в сам термостат датчик температуры. Его логично использовать для контроля температуры воздуха. AU внешний датчик, тот что идет в комплекте на проводе. Если его отключить от термостата в этом режиме, то на экране появится сообщение об ошибке. Такой датчик можно использовать для контроля температуры самого теплого пола. И AU. Насколько я понял, это усредненное значение температуры с двух датчиков, встроенного и внешнего на проводе. В автоматизациях термостат, как и подавляющее большинство других устройств экосистемы, может работать как триггер или условие, например, отслеживать состояние термостата, включен или выключен. Также как триггер или условие можно использовать состояние нагрузки, именно ее тут назвали клапаном. Переключение режима и значение текущей температуры. Кроме этого термостат работает и как действие автоматизации. Тут меньше опций, но все основные есть. Включение и выключение термостата. Имеется ввиду именно термостат, а не его нагрузка. Изменение режима работы. Также в автоматизациях можно установить и целевую температуру и лимит ее установки. Можно на лету менять тип сенсора. Давайте на живом примере посмотрим логику работы термостата. Тут он работает от внешнего датчика, который я поместил в лампочку, она выполняет роль нагрузки. Текущая температура 22 градуса Цельсия. Ставим целевую температуру 25 градусов Цельсия, что приводит к включению нагрузки. Лампочка, а следом за ней и датчик начнут нагреваться. Напомню, целевая температура должна превышать текущую, не меньше чем значение настройки параметра гистерезиса Dead Zone. После того как температура на датчике сравняется с целевой, термостат отключит нагрузку. Скорость работы через приложение весьма неплохая. Иногда бывают небольшие задержки. Но в целом все быстро. В этом Туя по моему мнению превосходит mihome. Обратная связь аналогична. Интересно, что шаг изменения целевой температуры на термостате пол градуса, а в приложении 1 градус. Аккаунт Туя Smart подключается к Google Home и устройства из него пробрасываются в него. Термостат не исключение, так что владельцы умных колонок и мониторов от Google, смогут устанавливать желаемую температуру и при помощи голосовых команд Google Assistant. Скорость отклика тоже достаточно высокая для обеспечения комфортной работы. Термостат поддерживается в интеграции ZigBit UMQTT. Процесс подключения стандартный, в веб-интерфейсе включаем разрешение добавления новых устройств, а на выключенном термостате зажимаем правую кнопку на 8 секунд. После прохождения опроса и интервью, устройство добавляется в систему и появляется в общем списке интеграции. Термостат имеет стационарное питание и поэтому является роутером для других ZigBit устройств, которые могут подключаться к нему в том числе и другие роутеры. Это позволяет расширять радиус действия сети и увеличить ее емкость по количеству подключаемых устройств. Интеграция позволяет управлять всеми необходимыми параметрами термостата, часть из которых выведена в веб-интерфейсе на странице устройства в клакте Exposes. Отсюда можно установить целевую температуру, включить детскую блокировку, установить режим работы. Многие слышали о проблеме связанной с конкретно этим термостатом, она заключается в том, что устройство генерирует огромное количество сообщений, буквально десятки каждую минуту. Но в интеграции есть лекарство, которое устраняет эту проблему. Заодно, пользуясь случаем, покажу, как при помощи аддона File Editor, редактировать файлы, которые находятся за пределами папки config, на примере правки файлов zigbee2mqtt. Для этого в меню Supervisor Dashboard, выбираем File Editor и переходим в раздел конфигурации. Здесь необходимо отключить опцию принудительно удерживающую аддон в корневой папке, как показано на правом слайде. После сохранения аддон нужно рестартовать. После этого вы сможете, нажав на стрелочку влево, выйти за пределы папки config. Для наших целей нужна папка share, она находится на одном уровне с config, а в ней папка аддона zigbee2mqtt. Здесь нам нужно отредактировать файл девайса с яму, который содержит перечень и настройки подключенных устройств. Добавляем к нему строку debounce с значением 1, после чего сохраняем измененный файл. Кстати таким же способом добавляются опции для других устройств, описание которых есть на сайте zigbee2mqtt. После рестарта аддона zigbee2mqtt и применения настроек, количество сообщений значительно уменьшается до 1-2 в минуту. Это более чем нормально для таких устройств и не создает проблем при работе. Home Assistant устройство состоит из трех сущностей. Домена климат, которая является термостатом. Замок это детская блокировка и сенсор качества сигналов. Расширенная информация о текущих параметрах термостата доступна в виде атрибутов, которые примаплены в сущности климат. Их можно менять в том числе и через MQTT. Я использую очень удобное приложение MQTT Explorer. Покажу как это происходит. Топик с именем устройства Subtopic Set, передается параметр и его значение. Здесь на примере это включение и выключение термостата. Аналогично например и переключение режима работы, ручной или по расписанию. Хотя ручной наверное не самое точное название, скорее это фиксированный режим, поддерживающий заданную целевую температуру. Помните, в разделе про Tuya Smart я говорил запомнить название для установки сенсора, которое состоит из двух букв. Вот, их можно передавать в параметр сенсор, чтобы менять источник данных по температуре. По этому же образу и подобию можно задавать и остальные параметры термостата, если их нет в интерфейсе. Потому что в интерфейсе, где кстати удобно использовать штатную карточку климата, легко поменять все основные параметры. И целевую температуру, и режим, включить и выключить термостат. Лазить в MQTT для этого не обязательно, а вот тип сенсора здесь отсутствует. Конечно публиковать изменения сразу в Topic MQTT не очень удобно, тем более что этот процесс можно обернуть в виде шаблонного выключателя. На этом примере два свеча, первый из которых принимает статус включено, когда установлен внутренний сенсор, а второй внешний. А действие при включении этих свечей, публикация в Topic термостата уже рассмотренных нами значений для параметра Sensor. При выключении действия одинаковы, публикация значения OUT. Это дает нам нужные три варианта настроек IN, OUT или OUT, когда оба свеча будут выключены. Этот код доступен в текстовом виде, ссылка в описании под видео. И напоследок пару слов об SLS шлюзе. Здесь термостат тоже поддерживается. Правда на момент публикации этого видео, еще не была загружена его картинка, но это легко поправимо. В Home Assistant пробрасывается чуть по другому. Здесь нет сущности детского замка, зато есть сущности, показывающие тип подключенного сенсора и режим работы. В остальном управление аналогично ZigBit UMQTT. Кроме одной очень важной детали. Здесь, по крайней мере на дату этого видео, нет решения проблемы для потока сообщения термостата. Как видно на этих слайдах, показывающих историю изменения топика устройства, они идут беспрерывным потоком. Поэтому пока проблема не будет исправлена, термостат лучше использовать в ZigBit UMQTT. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. А если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что много интересных новостей, обновлений, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.